Девушки отдыхают Но я решил поднять три темы И обсудить с вами три темы Которые очень важны Я считаю важны для нашей духовной жизни Первая тема Это причины прихода Господа Читаем Важная тема Вторая тема Почему он является скрытым тарой И третья тема Почему Господь Читаем Махапарбу является самым милостивым Отношением То есть вот эти темы Будем с вами сегодня обсуждать Люди, которые изучают Священное Писание Им Известно, что на самом деле Господь приходит в этот материальный мир Достаточно часто Конечно, эта частота Его прихода Измеряется жизнью на райских планетах Или самого логущего Или самого высшего живого существа В материальном мире Брама И вот в соответствии с временем Брамы Господь приходит в этот мир Каждые две минуты Конечно, нам надо ждать долго Пока Он придет На средний уровень планет Пройдет 500 лет Тысячи лет Сколько уже? Две тысячи лет Уже более тысячи лет От прихода Иисуса Христа 500 лет Более 500 лет От прихода Господи Читаем Не так-то все быстро Это происходит Говорится, что в нашем мире Есть 3-4 эпохи Мы все знаем О четырех временах года Зима, лето, осень, весна Но Сама жизнь В материальном мире Она также протекает Проходит через определенные эпохи Их тоже 4 Сатя-юга Лапара-юга Трета-юга И Кали-юга Четыре эпохи И Временная Временная Длина этих Юг Составляет 4 миллиона 320 тысяч лет Из которых 320 лет 320 лет Это Кали-юга Где-то 1 миллион 800 лет Это 2 пара-юга Веритрета-юга Где-то 1 миллион 202 пара-юга Примерно 1 миллион 800 Это Трета-юга То есть Если мы все это сможем Примерно 4 миллиона 320 тысяч лет И так же эти эпохи состоят Это все время Жизнь Жизнь Брама То есть Можно представить себе Сколько Брама живет Это только всего лишь Одна эпоха Плюс Если эти эпохи сложить То есть Говорится, что Все эти 4 эпохи Вместе составляют Одну Дилья-югу 71 Дилья-юга Составляет Одну Ман-Ман-Ман-Ман-Тан И 14 таких Ман-Ман-Ман-Тан Составляет Один день Брама Это даже Но это очень много Очень много 4 миллиарда Один день Брама Плюс Столько же Ночь 8 миллиарда Там Чем-то Чем-то Длится Жизнь Брама Это Если брать Наш Ременной Отрезок Наш Ременной Стрелий И вот Представьте себе 14-я Ман-Ман-Ман-Тана То есть Это примерно Семнадцать Седьмой Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман Это 14-й Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман-Ман Это приходит Господь Кришна очень редко. То есть сам Кришна – это изначальный душный Бог. До этого приходят Его экспансии и аватары. Но сам изначальный Господь приходит один раз в день в Брам. Всего лишь. Не так-то часто. Это примерно сейчас в Браме 51-й год пошел. Нашему Браме, нашей вселенной 51-й год. И вот 28-я день в день, седьмого правления Ману, приходит Кришна. И сразу же за Кришной приходит Господь читаний Махаправлений. Когда Кришна пять тысяч лет назад являл в этом мире Свои удивительные игры, Он закончив их, ушел в Свою духовную обитель, Но перед тем, как пришел в духовную обитель, сел и задумался. Сейчас начинается камелюра. Особое место. Особое время. Жителей материальной обитель. Мы поговорим позже об этом. Он задумался и подумал, как же мне спасти их? Что же мне нужно сделать, чтобы их спасти? И у него созрел план. Он подумал, хорошо. Ради блага живых существ я не зайду в этот мир, как Господь читаний Махаправлений, как золотая Аватара. И там и метод. Самый простой метод, который является сутью всех религий. Он состоит в том, что нужно прославлять просто святые имена Господа. Это не просто странные слова. Кто-то может в первый раз сказать, что для него это странные слова, непонятные. Это святые имена Бога. Кришна означает всех привлекающий, Баларама всерадующий. Харея – это энергия Господа. Пожалуйста, открой себя мне, займи меня служением Богу. Эта мантра очень могущественная, и она приводит к просветлению и очищению нашего сознания. Итак, этот приход, этот размышление Кришны описано в третьей главе Читании 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 Махаправлений. Внешние причины прихода Господа Читании Махаправлений. Недавно мы обсуждали тему с преданными, и преданные говорили, что у Господа столько много причин, благодаря которым Он приходит в этот мир. И мне было просто интересно. Я попросил назовите хотя бы как несколько. И, конечно же, на ум сразу приходит стих из Багалагиты, из четвертой главы. Господь говорит, когда на земле люди приходят в упадок и воцаряются Бес Божии, я не скажу в этот мир для того, чтобы уничтожить демона и восстановить Принца Зарения. То есть мы можем увидеть, какие причины прихода Господа. Он приходит для того, чтобы восстановить порядок в этом мире. Так случается, что появляются люди, которые пренебрегают желанием Бога, пренебрегают вообще Его наставлениями и вообще Его законами. И тогда Господу необходимо прийти для того, чтобы поддерживать эти законы, для того, чтобы этот мир мог существовать. Потому что вот как раз Титани Чаритамрите в третьей главе Кришна сказал, что если я не приду в этот мир, и Калиюга, такое страшное время, то какой смысл существования людей в этом мире, жизни людей в этом мире, если они просто-напросто все погибнут? И тогда Господь решил, я приду. В Читании Чаритамрите описано внешне несколько причин. Первая глава – это внешняя причина Его прихода, вторая – это внутренняя причина Его прихода. Очень важно понять это. Я положу начало религии этого века, намасангертане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преликого служения. Но уже в этом стихе, когда Кришна говорит, что Он уже предполагает, что суть этой религии будет заключаться в том, что люди должны будут петь и танцевать. Более того, от этой счастья, от этого, которое они будут испытывать, они будут кружиться. Мы сейчас видели небольшую демонстрацию этого, еще в будущем мы это увидим более в полном составе. Когда все встанут и будут сахарать, и проводится Господь, и все будет танцевать. Апани кариму бхакта бхава агникаре апани ачари бхакти шихаму сабаре «Я приду облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданного служения». То есть Господь уже утверждает определенные принципы и правила, по которым Он будет сюда приходить. И также Он выражает свое желание. Помимо того, что Он просто убивает демона, Он восстанавливает принцип религии. На самом деле этого еще недостаточно. Он может это делать, не приходя сюда. Для этого у Него есть последователи или даже аватары, которые могут это делать, экспансии. Но все-таки Он приходит сюда для того, чтобы распространить главную суть религии – это любовь Бога. И вот именно по этой причине Господь Читания считается самым милостивым воплощением. Потому что Господь Кришна, когда был в этом мире, Он не давал этой любви к Богу. Он говорил людям, если вы хотите получить что-то взамен, вы должны действовать так, как я этого хочу. Другими словами, я говорю, просто предайтесь. Но разница между Кришной и Господом Читания состоит в том, что Господь Читания не требует никакого предания. Он говорит просто повторяйте святые имена, танцуйте, кушайте, просадьте. Просто будьте счастливы. И все наше существование в таком смысле наполнится смыслом. В первой песне Симадбагаву там описано, что Господь приходит сюда также по причине состранания живым существам, по причине великодушия живым существам. То есть мы можем видеть, насколько по отношению к нам Господь благоприятный, не благоприятный, а благой по отношению к нам. То есть все, что Бог не делал, Он делает для нашего блага. И также в следующей главе Читания Чаретамрика и отделила описано внешние, внутренние причины его прихода. Господь, когда пришел в свой духовный любитель, он задумавшись, он начал думать, как же Матерь Атхарани и Гопи, которые окружают его скульптики, какое они настроение имеют по отношению ко мне. Почему именно вот это вот их состояние, их настроение, преданность вызывает у них какие-то эмоции? Они чувствуют себя счастливо, они чувствуют... Они даже не только счастливы, но и находятся в блаженстве. Они просто наслаждаются красотой моей формы. И он думал, 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 я же тоже хочу узнать. Я тоже хочу узнать, как этот Матерь Атхарани смотрит на меня и видит в меня такую красоту. Криша, на самом деле, я говорю, все привлекающие. Однажды, будучи в зеркальном замке, в зале, он увидел в мраморе свое отражение. И он не узнал, кто это такой. Такой был красивый, а так привлекся с собой. И, естественно, наша Матерь Атхарани и испугники все привлекаются сладостью Кришны в форме Его красоты. И он подумал, я хочу узнать, какое чувство испытываешь в Матерь Атхарани, когда видит мою красоту. Потом он подумал, что я также хочу понять блаженство, которым она наслаждается. Я также хочу использовать, испытывать, действовать таким методом, как она, проявлять эту преданность. И это внутренней причиной прихода Господа Читания, как Господа Кришны в этот мир, в форме Господа Читания. Только для того, чтобы разобраться в этом. Конечно, в нашем мире мы пытаемся также понять, как другие живые существа, какое-то они настроение по отношению ко мне. И мы иногда защищаем свой мир. Может, в одном месте мы ведем себя достойно, а в другом нет. Где-то, если мы находимся дома, за дверьми, где-то никого нет, а просто мы в кругу своей семьи, мы можем вести себя одним способом. Но когда мы приходим в люди, на нас обращают внимание, чтобы не упасть лицом в грязь, мы стараемся вести себя более по-другому. И когда мы рассматриваем эти вот причины прихода, внутренние причины Господа Читания, мы можем понять, почему он является скрытой аватарой. То, что он скрывается от людей просто потому, что в Калиюгу особенно. Потому что в предыдущей эпохе он проявляет себя как Верховный Господь. Но в Калиюгу люди настолько глупы, невежественны, беспокоены. Они просто не имеют такой возможности понять Бога. для того, чтобы понять Бога нужна преданность, нужны какие-то отношения с Богом. И если их нет, то просто так. Обычно мы воспринимаем Бога как тот, кто обязан исполнять наши желания и делать нашу жизнь лучше. Это единственное представление большинства людей в Калиюгу, что Бог предназначен именно только для этого. И люди не думают, что отношения, особенно в Калиюгу, она характеризуется тем, что люди не ценят отношения. Поэтому они злобны, как Кришна Даска и Рожа Госвами молятся в одном из стихов. Мое сердце покрыто язвами зависти. И в этих ранах ползают черепи кармы. Поэтому я погружаюсь в океан смирения, для того, чтобы Господь Читани Махапрабу выступил для меня как лечащий врач, как доктор, чтобы вылечил меня от этого невежества. Мы живем в этой вере, и наше сердце в Калиюгу, оно покрыто вот этими язвами завистью. И мы ничего с этим сделать не можем. Но Господь Читани, Он приходит, Он понимает это, поэтому Он скрывает себя. Но Он скрывает себя особым образом. Тот, кто изучал Читание Черетам, это вот именно главу, внутренние причины, там кришнадатский вираж Госвами описывает разные проявления разных энергий Бога. И в особенности Он затрагивает энергию хладини и шахты. Это Его внутренняя энергия. Хотя она в духовном мире проявлена как Личность и Матерь Адхарани, это все равно часть этой энергии Господа. И эта энергия всегда занята тем, что доставляет удовлетворение Кришне. И поэтому Кришна, Он хотел испытать вот это чувство, как преданные, мои преданные, могут испытывать это удовлетворение. Поэтому Он скрывает себя в образе преданного. Господь Читания пришел в этот мир, и Он пришел, и Бог играл в преданного. У Него не было оружия, которое Он приносил с собой, как Он приходит в другие эпохи, для того, чтобы уничтожать Дима. Он просто пришел и начал движение с Ургеттана. Более того, говорится, что Его оружием было святое имя и преданное. Оружие Кришны Господа Читания и Маха пробует им преданного. Очень важно понять. Итак, Господь скрывает себя, но в то же самое время для Ямуначария в своих стихах Он говорит, что люди с демоническим настроением, они не смогут понять природу Бога. Природу Бога могут понять только преданное. Читание Чаретам реки одна. История описана. Когда Шивастакур начал возносить Господу Читания молитвы как верховной личности Бога, Господь Читания его остановил. И Шивастакур сказал, зачем ты это делаешь? А Шивастакур начал так ладошками солнце закрывать. И Господь Читания говорит, слушай, а что ты делаешь? Он говорит, ну как? Как можно солнце скрыть ладошками? Или свет солнца скрыть ладошками? Это невозможно. Поэтому преданный, на самом деле, для преданных Господь, Он, это явная личность. Причем, должны понять, это личность, это не что-то абстрактное, какая-то энергия, какой-то там высший разум. Это личность. И Он открывает Себя преданным, если они искренне в Своем желании постичь, если они хотя бы немножко прилагают в этом направлении усилий, тогда Господь раскрывает Себя. И Читания Черепамлита также описывает истории, которые дают на возможность понять это, как Господь проявляет Себя в этом мире. В главе, которая описывает наказание Харидаса Младшего, описано несколько историй. Они связаны тем, что там кришназарские граждане с вами описывают, как Господь проявляет Себя как Амеша, как Авербгау и как Сакшат. Сакшат – это личное понимание, личное присутствие, личное видение Господа непосредственно. Это личный Даршан, можно так сказать, Сакшат Даршан. Авеша, мы знаем слово Авеша, это Авата, это Уполномоченная Личность. Авеша Авата – это Уполномоченная Личность. Иногда Господь проявляет Себя так, что Он проявляется через сердце и через тело Своих преданных. Это очень важный момент. Это Господь Читания, хотя Он ушел, Его Игорь и Санкт-Петербург продолжаются здесь. И наша особенность в том, что наша, может быть так, духовная привилегия в том, что мы можем ощущать присутствие Господа Читания через движение Санкт-Петербурга, находясь в обществе преданных. Чтобы подтвердить свои слова, я расскажу историю. Однажды, Шивананда Сен засомневался в одном из преданных Господа, которого звали Накула Брамачари. Накула Брамачари, как раз, он настолько был чистой душой, что в нем проявлялся сам Господь Читания Махатана. И преданных Знаний. Но Шивананда Сена сомневался. И вот однажды, Шивананда Сена встретился, ну не встретился, этот Накула Брамачари пришел в место, где находился Шивананда Сена. Шивананда Сена, он как-то не отреагировал на его приход. Он в то время читал какие-то писания. У него было там, его набили последователей, вернее, Накула Брамачари. Я прошу прощения. А Шивананда Сена пришел в это место и подумал. Раз в нем проявляется Господь Читания Махапарбу, значит, он должен будет. Первое. Он поставил себе такую задачу. Он в отдалении сел, и он подумал, если в нем проявляется Господь Читания, то он должен меня заметить и позвать к себе. И более того, он также должен сказать мантру, которую я повторяю. Ну он подошел, сел так по долине, и Накула Брамачари читал лекцию. И вдруг он остановился и сказал, те, кто рядом сидел, говорит, пойдите и найдите Шивананда Сена. Пару человек встало, побежало, начало кричать в толпе людей и сказать, кто тут такой Шивананда Сена. Шивананда Сена откинулся, он подошел к Накуле Брамачари, посадил его рядом с собой и сказал, ты не должен сомневаться, мантру, которую ты повторяешь. И он назвал мантру. Как гопала мантра, была четырехсложная мантра. Вот такая вот. И тогда Шивананда Сена понял, что через тело Накула Брамачари проявился Господь Читани Макапрона. Это называется обешан. Так что через преданных мы можем ощущать или чувствовать проявление Господа Читани Макапрона. И особенно это актуально в наше время. Когда Господь Читани уже закончил свои игры и ушел. И мы уже не можем получать его дальше. Сакшат. Но мы можем прочувствовать ему проявление через преданных. Или иногда Господь мог наделять способностью своих преданных видеть его. Такой способностью обладали немногие. И, как говорится, Господь Читани Макапрона присутствовал там, где танцевал Господь Никинанда, где готовила и предлагала Прасад Шачимата. Рак Гавапандит, когда готовил и предлагал ему. И четвертое, это дом Шриваса Катура, который называется Шривасангом, где проходили киртаны Господа Читани Макапрона. В этих четырех местах Господь проявлялся сразу. И многие люди, многие преданные, которые находились в этих местах, они видели его. Не все, но многие. Были такие, которые не видели. Например, когда Господь Никинанда пролюбилась на Рагунато с Госвами и попросил его приготовить множество блюд, вернее, несколько блюд из йогурта и риса. И собралось много-много преданных. Господь Читани, Господь Никинанда, он танцевал, и он привел Господа Читани Макапрона. Но его видеть могли не все. Его видели только особые, одаренные, преданные. И он ходил и брал с каждой тарелки по кусочку Махапрасаду своего преданного. И Господь Никинанда накормил Читани Махапрона. Их кто-то видел, кто-то нет. Но Господь иногда так проявляется. Следующий пример это тоже в этой же слове Читани Читатамрите. Это Андресим Хабрамачари, который сказал, что я приведу Господа в этом году сюда. И на Вадвипу. Господь всегда говорил, что я вернусь, вернусь на Вадвипу. И так далее. И Шивананда Се, он засомневался. Но в то же самое время, он говорит, хорошо. Нарисим Хабрамачари, он обладал способностью, он погружался в медитацию. И он мог, благодаря этой медитации, реально видеть то, что делает Господь. Это такой способ общения возвышенной природы с Господом. Поэтому они никогда не находятся в состоянии разлуки с Господом. и если они начинают чувствовать разлуку с Господом, они сразу начинают говорить о Кришне и прославлять его. И эта разлука уходит. Так, Варисим Хабрамачари сказал Шивананда Се, ну я приведу сюда Господа. И он приготовил рис, приготовил блюдо для Нарисим Хи, для Джиганатхи и для... Да, это и для Господа Читания. И когда он предлагал это на алтаре, Господь Читания появился, все это съел, и он даже обиделся. Он говорил, ну ладно, ты там не отличен от Джиганатхи, но почему-то Дрисим тебя не оставил. Вот именно после этого момента его начали звать Дрисим, Дрисим по Барбучаме. И Шивананда Се, он конечно не поверил, потому что Господь Читания проявил себя... Он пришел и проявил себя только для определенного преданного, но он не проявил себя для всех. И поэтому он сомневался. Но через год, когда они пришли в Джиганатхапури, Господь Читания сам сказал, что я в прошлом году был в доме Дрисима Брамачари, и сам почтил тот просад, которого он предлагал. И тогда Шивананда Се сказал, ну, все-таки мой друг, мой преданный небо на меня. Это одна из таких проявлений Господь Читания проявлений Господа Читания Махапури. Так же. То есть мы уже говорили, мы уже сказали, почему он приходит в Калинингуда, причины прихода. Теперь мы сказали, поговорили о том, что он... почему он скрытый Абакар? Он прячется в сердцах преданных, для того, чтобы понять вот этот внутренний вкус, внутреннюю любовь, которую испытывает преданных, или в Калинии Шакти по отношению к Кришне. Поэтому он нашел прибежище. С другой стороны, мне раньше он говорил, что он это делает также для того, чтобы сделать игры более привлекательными. По-своему. Особые игры Господа Читания привлекательны. И сейчас мы перейдем, может быть, к одной из самых главных тем. И это... Почему эта аватара самая милость? Потому что, как молится один из преданных, Джигананда Панкет, он говорит, что... Что у меня есть еще более ценного в этой скучной жизни? Интересным образом она выражает свое... восприятие этого мира. Скучная жизнь в материальном мире. Кроме возможности видеть изящный танец Господа Читания на берегах Ганги. И так, чтобы понять, почему Господь Читания Махапрабул в самом милостивом воплощении, нужно, конечно же, понять, в какое время Он приходит. И из всех четырех юг Кали-юга считается самым невежественным временем. И если сати-юга, как говорится, это золотой век, трета-юга, два пара-юга, серебряные, а потом, естественно, бронзовые, то Кали-юга — это железный век. И очень много в Шимадбагаву там описана природа Кали-юги. Или, по крайней мере, чем она отличается от других юг? Тем, что, например, из первой песни, в которой суток я с вами объясняю, что, о мудрец, в этот железный век жизнь людей коротка, они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Что-то похожее на нас, на наше психологическое состояние. Ну, по крайней мере, не на ваше. Многие тут преданы. Преданы, понятно, они по-другому воспринимают этот мир. Но в двенадцатой песне Макбагава там более подробно описывают особенности Кали-юги. Это очень страшное время. Страшное время. Потому что в Кали-югу люди, большинство людей – это безбожники, атеисты. Они полностью забыли о принципах Бога, о Его законах. Они пренебрегают этим незаконам. Они не понимают смысла своей жизни. То есть они находятся в такой иллюзии, в таком невежестве, что они даже не понимают, зачем они живут. Это странно, конечно, когда человек что-то делает и не понимает, зачем он это делает. В соответствии с нашими, наверное, психологическими оценками, мы подумали, что это психически больной человек. Он что-то делает, живет, но не знает для чего. Странно выглядит. Сразу можно на игре. И у нас тут есть специальный центр. Но Господь Италия приходит в это время. И он приходит в 1486 году на Шеве. Как раз была полная Луна. И на самом деле полная Луна. Плюс еще было затмение Луны. Очень важный момент. Сама Калиюга, многие живые существа предыдущих эпох, особенно предыдущих эпох, говорят, Калиюга — это ужасное время. В Калиюгу есть определенные, тоже происходят процессы, и говорится, что затмение Солнца и затмение Луны — это также самое, в Калиюгу уже самое неблагоприятное время. В Индии в тот момент люди, когда это происходило, они, чтобы поддерживать в себе какую-то чистоту и не получить вот это вот это влияние негативное, они в основном отправлялись в реку, в святую реку Гангу, заходили к нему и там повторяли святые дни. Что-то говорится. В тот момент, когда явился Господь Читания, все происходило таким образом. Господь Читания специально выбрал это время. Я вам сейчас объясню почему. Люди идут в Гангу, повторяют святые имена. Другие живые существа, которые не придерживались этой религии, например, мусульмане, которые там жили, они смотрели на этих людей индусов и говорили, и передразнивали их тоже, повторяя святые имена. Тут появляется Господь Читания. Самое неблагоприятное время выбрано как эпоха, как самое неблагоприятное время захмения Луны. Но что делает Господь Читания? Господь Читания делает из этого самое благоприятное время. Представляете себе? Мы можем ругать это время Камильюгу. Вот он такое, сякое. Но на самом деле, я вам скажу по секрету. Это, вернее, Брама Нарадамуми рассказал по секрету, а я прочитал. Нарадамуми пришел к Браме и начал расспрашивать вот время такое Камильюгу, как же людям помочь? Что будет? Это ж ужас! Это ж хаос! Люди жертвоприношения не совершают, ничему не следуют. Последняя нагорелигия в Камильюгу – это правдивость. Люди теряют это качество, потому что живут полностью на обмане. И знаете, какой самый главный обман живого существа в этом мире? Не то, что он кого-то обманет. Самый главный обман заключается в том, что он обманывает себя, что он будет в этом мире счастливым. И вот эта вот надежда, которая в нем живет, это и есть на самом деле обман. Материальный мир – это мритя-лог, это добитель страданий. Здесь этого больше. И душа не сможет здесь найти умиротворения, успокоения. И без милости Кришны с радостью кружиться в танцы она не сможет. Поэтому Господь Читания, на который приходит, в это неблагоприятное время делает его самым благоприятным. Я вам расскажу одну людину, которая произошла со мной вчера. Я читал, вернее, вот это из Мангала, вот этот момент, когда Брама пришел. Пришел к Господу Читания Махапрабху, вернее, к Браме на Радамуне, и начал спрашивать о Кариюле. И, естественно, Брама ему там рассказал, там, ничего страшного. В конце концов, он произнес замечательный стиль. Вернее, он процитировал стихи Шиман-Багава там. Это одиннадцатая песня, пятая глава, тридцать восьмой и сороковый стих. Он сказал, что Кариюга, с одной стороны, она неблагоприятная, но люди, из-за того, что просто по одной причине, что именно в эту Кариюгу, именно в этом, в двадцать восьмую дилеюгу Дня Брама, правление седьмого Манга, явился Господь Читания Махапрабху. Именно этот момент делает эту Кариюгу самым благоприятным временем во Вселенной, небесном. И он говорит, даже жители Сатя-Лути и других райских планет хотят родиться в это время на Земле. А знаете почему? Знаете, какую он причину объясняет? Он говорит, именно потому что в это время в материальном мире на Земле будут жить много преданных. Просто потому что здесь будет много преданных, особых преданных, которые повторяют самые сокровенные винаты. Мы можем сказать, а что же в Сати-Югу, в Два-Пара-Югу, в Трета-Югу? Да, там было больше благочестивых людей, но в Кали-Югу преданных будет больше, и они будут... И это сейчас нас тут можно сидеть, там, 400-500 человек, но золотой-то век только начался. И мы можем представить себе, как, по милости Господочитания, этот золотой век разовьется и превратится в практически духовный мир. Потому что многие люди будут жить по закону Бога, славить Бога, помогать друг другу, заботиться друг о друге. То есть у нас станет просто духовный мир. Духовный мир называется у нас открытия Майкунха – место, где нет беспокойства. Что нельзя сказать о материальном мире, тем более калий-люми. И вот я прочитал об этом и был под таким впечатлением, думаю, ну, надо как-то будет донести вот этот момент преданному. И тут мне звонит телефон. Я беру телефон и в трубку мне говорят, «Вы преданы?» Я сначала растерялся. И думаю, даже не знал, как ответить. Я говорю, «А что вы хотели?» Я говорю, «Я преданных ищу». Я говорю, «Ну, как бы так, я сейчас ломаю, у меня ум просто выбили его просто с этого». Я говорю, «А кто?» Я говорю, «Я звоню вам из тюрьмы, из Херсона». Я просто, говорит, нашел ваш телефон. И я прочитал, что у вас завтра праздник. Я говорю, «Да». Я говорю, «Пожалуйста, тут столько много людей. Можете просады прислать?» Это было, конечно, когда это сталкивается, ты думаешь, просто только прочитал, насколько Господь читал ему про милости. Потому что его милость такова, что даже грешные люди получают его особую благосклонность. Потому что в коллегу мы все не можем порадоваться каким-то благочестям. Но здесь такая ситуация. Конечно, мы завтра, ну не завтра, в понедельник, в переродимом просаде. Я спросил, «А сколько?» Они говорят, «Нас тут много». И все жаждут милости Бога. Вот такая вот история произошла. Хорошо, тогда мы продолжим наш фестиваль. И, пожалуйста, не забывайте, что Господь читает очень милости. Он может проявиться через любого приема. И Он обязательно, если мы искренне, отдарит нас любовь к Богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...